МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Ну и, конечно же, объявляем наше традиционное интерактивное голосование. Сегодня оно звучит так. Проходите ли вы профилактические осмотры у врачей? Да или нет? Звоните, отвечайте. В конце обязательно подведем итоги. Ну, я представлю наших гостей. Итак, Шамиль Ганцев, директор научно-исследовательского института онкологии Башкирского государственного медуниверситета, профессор, действительно член Академии наук Республики Башкортостан. Роберт Рахимов, заместитель главного врача по поликлинике Республиканского онкологического диспансера. Дамира Саберзянова, председатель медицинской палаты Республики Башкортостан, член регионального штаба ОНФ. Диана Фарахова, руководитель страховой компании САГАСМЕД в Уфе. Вадим Иванченко, помощник руководителя Республиканского управления Росздравнадзора. И Гульнара Туперцева, начальник отдела медицинской экспертизы территориального фонда ОМС. Вечер добрый вам. Добрый вечер. Ну, для начала, прежде чем начать разговор, давайте все-таки посмотрим небольшой отрывок из выступления Радия Хабирова, вот как раз-таки об онкологии, о том, как работает вот это первичное звено по выявлению онкологических заболеваний. Внимание на экран. Процент выявляемости на первом этапе в ходе первичного, он очень низкий. Ну, наверное, это понятно. Мы все взрослые люди из высшего образования, понимаем, что это такое заболевание, которое сразу не поймаешь, да, пока более глубоких изучений. Но тот термин, который вы употребляете, онконастороженность, вы сами фиксируете, что у нас с онконастороженностью все не очень так, да. Поэтому вот первое, с чем я согласен по диспансеризации, это первое, это онконастороженность. Это первое. Поэтому я хочу просто услышать, как вы будете решать вопрос, чтобы онконастороженность у нас повысилась. Это первое. Второе. Вы говорите, что, ну, наверное, онконастороженность, она связана, опять же, с профессиональным пониманием. Потому что я понимаю, что фельдшеры, которые у нас, фельдшера многие учились еще, может быть, 40 лет назад, и так далее, и 50, и 30 лет назад. Поэтому, наверное, есть современные методики. Поэтому, как вы будете повышать профессиональный уровень фельдшеров, соответственно, врачей первичной, значит, медицинской помощи, для того, чтобы они понимали, вот как это делается. Вот два простых вопроса. Ну, вот простые, вроде бы, да, слова, да, вот как выявлять. Вот сейчас попробуем разобрать об этом. Шамиль Трофеевич, ну, первый вопрос, конечно же, вам. Да, вот во время одного из совещаний вы говорили, что вот как раз-таки в сфере вот этой первичного звена творится настоящий хаос. Да, вот чем вызвано вот такое, знаете, эмоциональное высказывание, и неужели вот правда все-таки хаос там? Ну, вы подчеркнули, я человек эмоциональный, могу маленький вопрос поднять в ранг большого, да, может быть, через такие вот эмоциональные всплески можно привлечь внимание. Это чисто в аспекте психологии. Но на самом деле, вот обратите внимание, что до сих пор Российской Федерации нет стратегии развития онкологии. Она зависит от кого? От тех наших центральных органов, от Ассоциаций онкологов Российской Федерации. Мы задерживаем принятие плана программы работы в этом направлении. Планировали в 2017 году принять в Уфе этот план. Прошло два года, пока этой программы нет. Недавно Министерство Российской Федерации объявил, что эта программа будет принята в 2020 году. То есть по невонятным причинам придет перенос плана принятия этой программы. Во-первых, это финансовый документ. Мы должны четко спланировать финансирование этой отрасли, да, и тогда ждать какие-то результаты. Ну то, что сказал Ради Фаридович, а понимаете, не добавить, не убавить. Нужно внимание каждому человеку. Нужно персонально подходить к человеку. Понимаете, когда, а что такое онконосторожность? Это тогда, когда ты с человеком говоришь face and face, ты говоришь ему лицо в лицо. А не только так, что он зашел в дверь, ты на него посмотрел и говоришь, до свидания, никакой онконосторожности не будет. Надо изменить отношение врача к своей работе, к своим функциональным обязанностям. И еще хочу сказать, что онкология это своего рода маркер, это показатель состояния онкологии, вообще медицинской помощи. Это же происходит на первичном уровне, на уровне терапевтов, на уровне акушер-гинекологов, хирургических проблемах, там, колл-практологии и так далее. Если у нас там не будет вот того внимания к пациенту и мысли о том, что там могут быть онкологические заболевания, мы этот вопрос никогда не извинем с места. И вот я сейчас проанализировал, как результаты у нас нашей работы за последние вот 10 лет. Огромные деньги вливаем. А результат стремится к чему? В негативную зону. В чем дело? Надо же с этим разобраться. Вот я как представитель науки считаю своим долгом. Вот в ближайшее время я хочу подготовить доклады уже для Российской Федерации, для Минздрава России у меня есть определенные предложения. Они уже переданы. И мы вот хотим понять, в чем причина. Деньги вкладываем. Умы, понимаете, у нас великолепные. Это кадры очень хорошие. Результата нет. Вот эти вопросы, они являются чрезвычайно актуальными. И то, что вы сегодня вот нас собрали, это тоже один из шагов к тому, чтобы вместе вот мы с коллегами подошли, хотя бы сделали один шаг к решению этой проблемы в нашей республике, в Уфе. Потому что жители республики смотрят на нас и думают, а как же, вы говорите, да, где результаты? Вот они, результаты рождаются в процессе нашей дискуссии с моими коллегами, в нашем споре. И я думаю, что результаты в ближайшее время будут. А вот что касается нашего главы республики в Рио, он абсолютно правильно поднимает вопросы. Именно с онкологии надо начинать. Ибо это вершина проблем. А потом уже можно спускаться ниже и поднимать другие вопросы, которые, на взгляд его экспертов, взгляд, наш взгляд, Минздрава Республики Башкадана, они актуальны. И тогда, естественно, эти вопросы сдвинутся с мертвой точки. Нет, ну если мы понимаем, что здесь 500 тысяч онкобальных ежегодно выявляется, 300 тысяч умирает, но наверняка, что проблема слишком серьезная. Здесь простая арифметика. Вы возьмите любую территорию, Татарстан, Республика Башкадстан, в течение первого года умирает половина зарегистрированных больных. Половина. Арифметика там четкая. Любую территорию берете, зарегистрировано 15 тысяч. Вот умерло 7,5 тысяч. То есть это, но учтите, что вот умирает-то в течение этого года, то, что вы говорите, это люди, которые идут из прошлых лет. Это не годичная летальность, это не те, кто были. Это могут люди умирать, которые 20 лет назад были взяты на учет. Это цифры, которые надо людям понять. Не надо этой цифрой бояться. То есть все равно. И эта болезнь, вы правильно сказали, она страшная болезнь. Но не надо бояться этих страшных болезней нам, врачам. Потому что мы-то должны обеспечить качество лечения. И все остальные аспекты, о которых вы говорили. Доступность, качество лечения и современные форматы. Современные форматы. Мы на уровне пока 20 века и рутинные технологии применяем для так называемой ранней диагностики. Но это, наверное, уже неуместно говорить. Это просто диагностика. Но это не современная и не передовая диагностика. Мы должны к этому идти. А вот сейчас от общей перейдем на персонифицированный. Сейчас звонок примем, после этого мы продолжим. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день. Вечер добрый. Вам звонит Самодельского района, села Серафимовский. Меня зовут Рушаня. Мне 22 марта будет 50 лет. Я за последние полгода, ну полгода, да, похудела на 15-17 килограмм. Я обратилась к своему врачу, мне, к терапевту, мне сказала, пройдите, пожалуйста, ну я говорю, я чувствую, что у меня не то происходит по-женскому как бы, да, пройдите, вы сдайте онкомаркеры платно. И каждый из, в какую сумму вам оценили? И, понимаете, вот в каждой поликлинике, да, пусть это село, район, должен быть алгоритм, чтобы человек пришел, обратился, да, все, идите, я работаю, плачу налоги. Кстати, у меня еще нет 40 дней, как умерло. Да, вот резко, да, чтобы еще вот это повлияло, болело, чтобы человек пришел на прием в село, да, и был алгоритм лечения, все, не надо платно. Если я малоимущий, да, считаю, чтобы мне все это было бесплатно, а в УПУ ехать надо, извините меня, направление брать. Давайте лечить работающих нормально, я работаю, и пусть меня лечат. Спасибо. Рушаня, вот понятно, давайте все-таки адресуем тогда Роберту Рафиковичу вот здесь вот, да, вопрос. Ну, действительно ли, вот все маркеры, она, редактор бы говорила, что каждый маркер, я сказали, стоит порядка 4 тысяч рублей. Вот, действительно, вот если есть, ну, реальное подозрение на то или иное заболевание, уж тем более онкологическое, неужели те или иные анализы нельзя проходить бесплатно, да, когда вот вы понимаете, что вот вам выживаемость и все прочее? Ну, то, что было сказано, онкомаркерство, 4 тысячи, такого нет, конечно. Это стоимость, среди 50-50-400 рублей один маркер. А вот озвучил телезритель. И на сегодняшний день у нас, как бы, еще существуют такие структуры, как межпуниципальные онкотцентры. Мы их создали специально, по республике их 15 штук, это 5 центров Уфе и 10 районов, в крупных городах. И там специально созданы такие структуры, диагностические, где пациенты с подозрением на онкологию могут пройти, если они бесплатно. То есть, а в обычной поликлинике этого сделать уже нельзя? Ну, там, где есть, в принципе, возможности, они тоже могут пройти. Тоже бесплатно. Ну, или здесь, наверное, специальные просто исследования вот на онкомаркеры, и понятно, может быть, каждое поликлинице. Есть подозрение, допустим, да, естественно, идет бесплатно. А онкогольник, тем более, бесплатно все, в любом случае, в всех центрах. Диана, ну, вот вы возглавляете медицинскую организацию страховую, но вот, правда, онкомаркеры все-таки входят в перечень бесплатно предоставляемых или нет, вот, в рамках ОМС? Если у нее есть подозрение на онкологию, врач действительно это подтверждает. В любом случае, вот с тем, что она сейчас анамнезом назвала, да, что она резко похудела, у нее была стрессовая ситуация там в семье, конечно, врач должен был ее направить на дообследование в рамках поликлиники Туймазинской. Это 100%, и это не единственная жалоба, которая поступает от граждан сегодня. Статистика, к сожалению, такова, что действительно люди не могут сегодня, у них отсутствует доступность именно онкологической помощи, именно профилактической помощи от онкологов на первичном звене, амбулаторно-поликлиническом звене. Это связано с разными проблемами. Одна из них – это нехватка кадров, когда у нас нет действительно онкологов в поликлинике, к сожалению, большому. Вот, это связано с тем, что у них, они, медицинские организации частенько нарушают сроки оказания медицинской помощи. У нас с этого года действуют программы для, специальные программы для онкобольных и для больных с подозрением на онкологию. Это усеченные сроки предоставления медицинской помощи. Многие у нас, к сожалению, граждане об этом вообще ничего не знают. И в таком случае, как вот сейчас описала у нас женщина, я, конечно, рекомендую гражданам обращаться в свою страховую компанию. У нас в каждой компании сейчас есть телефон горячей линии, который работает круглосуточно. Если у них есть вопросы, например, доступность, взаимание денежных средств, такие проблемы. Ну, вот здесь вот смотрите, ситуация, она пришла к врачу, врач вроде бы говорит, да, возможно, есть подозрения, идите сами, сдавайте свой онкомаркер. Нужно звонить сразу, вот сразу на этом же этапе, позвонить в страховую компанию. У нас консультируют врачи-эксперты, страховые представители 2-3 уровня, консультируют на телефоне. Если вдруг, действительно, да, помощь должна быть оказана бесплатно по программе ОМС, это уже работа страховой компании, обеспечить ей доступность этой медицинской помощи в той медицинской организации, в которой она находится. То есть мы маршрутизируем прямо там на месте. Врач не выдал направление, значит, мы будем разговаривать уже с этой больницей, с заведующим поликлиникой, потому что это нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Роберт Трафикович, у меня тогда еще вопрос вот именно по вот этой онконосторожности, да, ну, последние там лет 5 мы очень много слышим об этой самой онконосторожности, но при этом мы понимаем, что врачи-то на местах как-то с этой настороженностью не особо и знакомы, да, когда мы видим, что вот особый случай, да, к примеру, 15 килограмм потеряла, есть какие-то подозрения, но врач говорит, ну, вот сами там чего-то сделайте, ну, и вот, и все. Ну, не зря мы в 2016 году ввели такой вот приказ именно через Минздрав, по онконтролю. То есть каждый гражданин должен пройти один раз в год онконтроль. Там есть около 10 вопросов, на которые человек должен ответить. Естественно, если человек отвечает на хоть один вопрос, он должен уйти на алгоритм обследования. Это все происходит в первичном звене. Естественно, в связи с тем, что идет нагрузка на участковых терапевтов, они загружены, во-первых, бумажной работой, во-вторых, это с компьютером персональным, которым он работает постоянно. И в некоторых еще медорганизациях у нас участковые терапевты принимают одни без медсестер, тоже такое практикуется. Естественно, врач участковый не всегда обращает внимание на больного. То есть идет нехватка на осмотр пациента. Это основная проблема на сегодняшний день. И уже если говорит онконостороженность, если человек еще не знает про онконостороженность, что это такое, и он не знает онкозаболевание, то просто невозможно сегодня привить обучение, обучение, сейчас обучение. Роберт Тарапович, ну тогда вот смотрите здесь еще, вот вы говорите, что вводите онкоконтроль для пациентов, ну, по крайней мере, для граждан, они должны будут ответить. Но в любом случае, да, когда врачи на местах не выявляют онкологического больного, с, ну там, я не знаю, с четвертой степени, в любом случае приезжают к вам. То есть вот лечить и вот действовать придется уже вам. Вы вот здесь вот этот онкоконтроль не вводите ли за врачами так, чтобы врачи выявляли, да, я не знаю, там, вот тоже им какую-то сделать контрольную закупку, я не знаю, посылать. Контроль, он как бы на сегодняшний день не работает так, как должен работать, понимаете. Врачи на прием не успевают или неправильно вводят данные, или вообще не вводят. Потому что когда на месте не решили вопрос, но все равно к вам приедут. И, соответственно, и смертность, и все, и будет, и врачи будут обвинять именно онкодиспансера. И все равно там, где есть онкологи, допустим, даже если они не выявили больного, не прошлый алгоритм, если какие-то есть, допустим, какая настороженность, все равно участковый терапевт направляет пациента в поликлинику, в свою поликлинику. То есть у нас, в принципе, на сегодняшний день существует, есть онкологи почти в каждой поликлинике, почти каждый, конечно, не во всей. Все равно направляются в поликлинику, потом в межмунистерный онкоцентр, а потом уже направляются к нам, в любом случае. И мы обследуем как положено. Ну, сейчас давайте телефонный звонок примем, продолжим после. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это меня не может вас беспокоить? Вот я была на УЗИ в женской консультации. Врач так очень быстро посмотрела, одну минуту, наверное, всего смотрела. Потом я послала к терапевту к участковому. Вам надо громкость телевизора убавить, тогда будет лучше. Врач сказала, что это, как я, надо вам платные проверить. Ну, я хотя бы вам уйти, но почему они не смотрят нормально? Ну, то есть услуги все в основном оказываются платные. Ну, вот здесь давайте все-таки подключим тогда уже и Вадима Иванченко. Вот здесь вот все-таки, ну, вот, Вадим Дмитриевич, если мы понимаем, что практически все, так или иначе, врачи, ну, что ли, нарушают, что ли, свое, ну, как-то в практике, да, законы соответствующие. Ну, вот Росздравнадзор подключается здесь или нет, когда мы понимаем, что, ну, нарушение идет реальное? Ну, во-первых, одна из функций Росздравнадзора – это контроль за конфликтом интересов. Это прописано в уставе нашей организации, и в случае выявления таких конфликтов интересов мы наказываем, мы штрафуем за то, что если врач каким-то образом пытался решать свои интересы, направлять на платное обследование и так далее, мы в этом решимся. В общем, зачастую это платное обследование проводят под непосредством лекарства. О чем и речь, то в этом плане мы вмешиваемся. Во-вторых, конечно, да, вот было сказано с стороны представителей страхового сообщества, что, да, это нарушение однозначно, и здесь надо обращаться в страховую организацию за защитой своих прав. Потому что для чего тогда ОМС, для чего тогда структура, которую мы формируем для того, чтобы людям медицинская помощь была доступна. И третий момент, то что, да, мы можем следить за такими моментами, исходя из наших обращений. Я не могу сказать, что очень много обращений по поводу именно платных услуг в Росздравнадзор. Их не так много, они бывают, но мы с этим разбираемся. Поэтому мы в этом отношении ведем свою работу, отслеживаем тех полномочий, которые на нас возложены. Но граждане могут обратиться в случае, что нарушаются права? Конечно, конечно, конечно. Могут обращаться, собственно говоря, защита прав, это наш вопрос. Вот здесь вот все-таки попрошу вас, наверное, все-таки написать соответствующую жалобу, да, по крайней мере рассмотрят. Вот здесь Шамиль Ханафеевич, но если мы говорим вот именно про онконосторожность и вообще выявление, и вот про подход, да, чтобы все-таки он не какой-то общей массе был такой, да. Вот здесь при Академии наук создан центр персенофицированной онкологии, да. Вот с одной стороны тоже хочется спросить, как это поможет, и сможет ли врач, вот если они его там в общей практике, да, порой, да, лечить иногда с трудом удается, то вот персенофицированно каким образом это будет выстроено? Вот я хочу вернуться к событиям, которые были год назад. Мы на Совете по науке при главе республики обсуждали вопросы реформы онкологической службы. И вот одним из ключевых вопросов там был вопрос персонификации в онкологии. Нельзя всех, и все же люди не могут быть одинаковыми, это же понятно всем. У нас появились стандарты, они говорят о том, что мы всех должны лечить как по одной схеме, по одной формуле. И буквально на днях, вот два-три дня назад этот закон был принят. Москва уже вчера объявила, что она 1 апреля выходит на 100% обеспечение стандартов. Но мы забываем, что у человека своя физиология, своя патофизиология, свои особенности. Мы говорим об опухоле, но ведь у этой опухоли есть биологический портрет, у этой опухоли есть свои особенности. Как не оценивая это, можно лечить и получать хорошие результаты. Мы же боремся за результат, за количество жизни, за качество жизни. Мы тут переходим к обсуждению денег все время. Вот тут заплатили там, мы же вот как ученые, как передовое звено в конечном итоге, должны думать о том, как увеличить продолжительность жизни. При каких затратах, это уже другой вопрос. Для этого страховые компании, контролирующие учреждения, органы, они контролируют. Мы должны думать об этом. И вот единственное, что мы включили в поручение главы, это создание в республике инфраструктуры, института персонифицированного подхода. И наша академия, она пришла к такому решению, что необходимо создать такой центр. И мы его создали. Мы несколько дней назад открыли этот центр. Мы имеем возможности проводить специальные научные исследования по персонификации. Нашими коллегами из Германии, из Японии, из других стран, из Российской Федерации проводятся совместные исследования по лабораторным исследованиям. И онкомаркеры, о которых сегодня говорят, это уже рутинные технологии, малочувствительные. Они уже применяются только для того, чтобы определить, есть рецидив или опухоль или нет. Понимаете, мы иногда вот эти центры тяжести вопроса переносим в другое понятие. Поэтому вот этот центр, он должен определить персонифицированный подход для диагностики. Не просто есть опухоль или нет опухоли. Мы должны дать полный портрет этой опухоли. За рубежом 200 параметров характеризуют опухоль. Российская Федерация должна к этому стремиться. И мы это создадим. Что касается лечения. Нельзя всех пациентов лечить одним лекарством. Одного лечишь, бесполезно все 5-6 курсов, которые он получает, у него 2 года, продолженный рост, рецидив и все на этом заканчивается. Другому ты не лечишь вообще. Он живет дольше, чем... Вот тут-то вот возникает как раз вопрос для ученого, как персонифицированно подойти. У нас там два аспекта. Первый аспект – мы проводим научные исследования. Второй аспект – мы проводим дополнительные услуги, это же услугами называется, для людей, которые хотят получить консультацию экспертов в референс-центре. Понимаете, сегодня доверить одному врачу можно или нет? В мировая практика говорит нет. Это его мнение. Нужно второе мнение. Или третье мнение. Сразу сторон посмотреть, по крайней мере. И люди должны получить в Башкерии в Уфе центр, который будет давать дополнительные. У меня там сконцентрированы одни профессора, ученые, академики, крупные ученые и люди. И они, естественно, должны будут анализировать, критически анализировать те рекомендации, которые дает и онкодиспансер, и уж не говорю про поликлиники. Вопрос другой. Это, естественно, требует каких-то финансовых затрат. Но мы участвуем в грантах. Сейчас мы разрабатываем новый проект «Онкология малых городов». Это президентский грант, возможно, Российская Федерация. То есть мы же изыскиваем возможности, как сделать, чтобы люди меньше платили. Поэтому вот этот центр, он начал работать. И еще скажу, что мы участвуем в очень серьезном конкурсе «Наука». Федеральный конкурс «Наука», где наш проект, инновационный проект, отделение и центры на основе искусственного интеллекта, но такого в России нигде нет, а мы его заявили. И министр науки поддержал наш проект, и это Академия наук сделала. Значит, доложили об этом нашему голове республики. Ну, естественно, я однозначно понимаю, что для нас, для республики, нужны прорывные проекты. Не топтаться на месте, понимаете? Мы так уходим постепенно в болото, без конца деньги вкладываем, движения нет. И уходим. Вот появляется инновационный центр, он построен будет на уровне биобанкинга. Это уже только на уровне клеток. Мы должны уйти в онкологию на уровне клеток. И тогда мы получим результат. И когда вы называете цифры эти, 300 тысяч скончалось, а по Башкирии около 6,5 тысяч умирает. Если 13 тысяч мы регистрируем, половина умирает. Вот мы должны бороться за эти 6,5, увеличить продолжительность жизни, повлиять на демографию в целом. А онкология будет она. А мы от нее никуда не денемся. Она, безусловно, будет. Потому что это биологический процесс. Просто кто-то доживает до нее, а кто-то нет. И люди должны понять. Это биология, это на уровне клеток. Второе, это системный процесс. Просто отрезав орган, мы никогда не избавимся от этого. Надо дополнительные методы. Сегодня от простой химиотерапии многие из стран отказались. Мы наоборот это движим. То есть давайте подумаем, надо ли эту химиотерапию двигать в таком активном режиме. Значит, надо вопрос иммунотерапии. Надо защиту организма повысить. И биотерапию нужны препараты, которые борются с биологическими процессами. Вот мы в Академии наук этим занимаемся. Центр персонифицированной онкологии будет этим заниматься. Готовить индивидуальный препарат для каждого пациента, полученный из его опухоли. Вот наша конечная цель. Это вакцины. Это новое направление. Это уровни нобелевских вот таких премий. Мы к этому и идем. И у нас работа с нобелевскими лауреатами идет. То есть мы не просто у себя здесь в Уфе. В Уфе невозможно решить. Это только федеральный уровень и международный. Мы-то работаем в этой части научной. Только на международном уровне. У нас очень серьезные коллеги. Мы серьезно проводим митинги. Они такие, знаете, ограниченное количество участников. И решаем именно по прорывным направлениям. Но хочу сказать, что Академия поддерживает нас. Вот это очень важно. Медуниверситет поддерживает. И, естественно, я думаю, что будут результаты. Мираша Фиановна, ну вот здесь про смертность немножко заговорили. Да, вот здесь вот по данным Общероссийского народного фронта, наша республика входит в число регионов, не справляющихся с ростом смертности от онкозаболеваний. Вот, соответственно, на каких данных опирались, да, когда, ну, так скажем, эксперты пришли к таким выводам? Знаете, я хочу остановиться. Самые простые вопросы, которые волнуют. Вот уже двое, как бы, наших жителей республики обратились. Две проблемы. Мы сегодня с вами обсуждаем первичное звено, да? Как правильно, как бы первичное звено вовремя поставило диагноз. Первая проблема, которую поднимает население, это они не знают, что делать. А для этого никаких государственных финансирований новой не нужно. У нас обученные страховые представители. То есть, вот, все населения республики должны знать, если у него появилась проблема в поликлинике, в больнице, он должен повернуть свой страховой полис, там есть телефон, и вот он должен позвонить, а страховые представители первого звена, второго звена, они должны, значит, отреагировать и сопроводить этого пациента, исправить. Потому что это сделано государством для того, чтобы пациенту стало легче. Чтобы он ориентировался, он так называемую маршрутизацию знал. И для этого государство заплатило огромные деньги, бюджет, обучило их. Второй вопрос. Может быть, с одной стороны, в этом проблема, человек не отдал деньги за этот полис, ну и, соответственно, он вообще не думает о нем. Потому что когда купили, к примеру, полис таза на машине, это совершенно другая ситуация. Поэтому второй вопрос. Мы должны в этом вопросе, самое большое в первичном звене, это компетентность врача. То есть мы знаем, что у нас не хватает онкологов, узких специалистов, но за один день, как бы, мы сразу не сделаем, чтобы у нас будет много онкологов. Значит, у нас должно быть междисциплинарное образование для первичного звена. У врача очень много работы в первичном звене, значит, мы должны сделать так, чтобы у него было прямо конкретно, он знал, маршрутизацию, куда обратиться, куда отправить и так далее, и так далее. И главное, у него должно быть материально-техническая база. Понимаете, мы говорим о высокой материи, о науке, да, она нужна. Но если не будет у первичного звена элементарных вещей для того, чтобы у врача делать диагностику первичную, да, мы можем много говорить, но этого не будет. Поэтому самое основное, конечно, в России как бы заложили программу онка, вот я, Шамиль Ханафич, полностью согласна, о самой концепции, как развивается, как наука будет, как практическое здравоохранение. А вот ее нету. И надо, главное, при таких случаях, я думаю, надо не в пределах только Садового кольца решать эту проблему Россия. Россия большая, надо слушать ученых из регионов. Ну вот сейчас об этом тоже поговорим, во второй части нашей программы. Сейчас перевернемся на небольшую рекламу, оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.